Как вы думаете, что такое неделя моды в Милане? Модные показы, тренды, супермодели, роскошные бутики, божественная еда, самые красивые локации, интервью мировым каналам? Да, но не только. Еще это сумасшедший график, переодевание прямо в такси, завтраки из супермаркета, килограммы вещей с собой, ожидание показов на улице, мало сна и много, очень много движения. Сегодня я расскажу вам, как прошла моя первая неделя моды и что я пережила за нее. Приезжает только Uber Black и, соответственно, за мной приедет Mercedes E-класса. Знаете, транжирить, так транжирить, где, как мне на неделе моды это делать. Непривычно, кстати, на камере появляться мне в таком вот виде перед вами. Мне кажется, по светлому лучше видно мой образ. Сапожки, юбочка. Очень лаконично, все просто, потому что сегодня первый день недели моды и особо ничего интересного не будет, будет только примерка. И на примерке уже будут подбираться образы, которые я буду надевать на показы конкретных дизайнеров. Ну и, соответственно, у меня там еще свои припасины. Мы чьим с комфортом. Правда, тут не совсем комфорт. Короче, зря я походу сегодня принарядилась, потому что сейчас вот эти все баулы, это все, что я повезу на показы. Тут уже выдали приглашение, список того, что мне нужно успеть. И вот такой вот мой лучок пропадется зря, потому что сейчас я поеду переодеваться в тот образ, который мне выдал бренд, потому что я буду сидеть в первом ряду. И, соответственно, мне нужно будет одевать их одежду. Я сменила одежду, но не образ. Верхнюю часть своего головы оставила прежней. Взяла сумочку от другого бренда. Иду на показ Мэрилинг. Платье для тебя белое и кроссовки. Пальто сниму и буду фотографироваться для стритстайла. В реале недели моды. Это роскошь бутиков. То, что ты с собой носишь еду и запасную одежду, потому что надо будет переодеться. Хорошо, что сумка этого бренда просто огромная. Так что сейчас буду перекусывать прямо в такси и бежать на шоу. Итак, я добралась до первого показа. На улице уже собралась толпа модников, которые ожидали шоу. А мы с блогером из Нью-Йорка зашли внутрь, сделали пару кадров у пресс-вола и заняли наши места. Кстати, мы сидели в первом ряду. И знаете, это очень приятно и даже как-то немножко почетно, потому что раньше я и мечтать о таком не могла. А тут все это стало реальностью. И да, модников реально много. Вот прям очень много. Закончилось первое шоу, сейчас еду на примерку. И это какой-то дикий опыт, потому что я, когда была маленькая, смотрела все эти показы только по телевизору, по фэшн-тв. И сейчас я сидела, я была в объективах этих фотографов. Я сидела на первом ряду. То есть мой первый показ, и я сижу на первом ряду. И это просто как-то рвет мои шаблоны и говорит о том, что это банально звучит, но всегда мечтаете. Ставьте себе какие-то цели. Мечтайте даже о том, что кажется вам просто невероятным, потому что мечты имеют свойство сбываться. И мне кажется, что надо просто мечтать. После шоу я поехала на примерку для другого бренда, в бутик Луиза Бекария. Да, кстати, если ты сидишь в первом ряду, то в идеале ты должна быть одета в бренд того дизайнера, чей это показ. Так что именно поэтому у меня и было так много разных образов. Моя одежда мне практически не пригодилась. А жаль, ведь я набрала с собой много всего новенького. Я в просто невероятно красивом шоуруме бренда Луиза Бекария после шоу. Очень-очень красивое вечернее платье. Я как будто бы попала в музей, а не в шоурум. Это одна просто, наверное, шестая шоурума, потому что таких комнат здесь несколько. И, конечно, после примерки я пошла осматривать окрестности и знакомиться с главной достопримечательностью Милана – площадью дома. Теперь у меня тоже есть видео на фоне Миланского собора. Вот сзади меня галерея, где я немножко зашопилась. И, собственно, сам собор людей просто дофига. Голуби, люди, все как на фотографиях в Инстаграм по отметке Милан. И, кстати, какой-то чувак назвал меня стерва. Он сказал, ты ведешь себя как стерва, потому что я не захотела с ним знакомиться. Вообще странно, он реально как наркоман какой-то. До меня докопался, я снимаю. И если я, типа, не отвечаю ему нормальной реакцией, то я стерва. Ну, ладно, лучше быть стервой. Вообще лучше притворяться, что ты не знаешь английский язык. Это вообще прям идеально. Тогда это тебе точно никто трогать не будет. На меня тут голуби немножко напали. Боже! Офигеть! Офигеть! Можно купить хлебушек и их покормить. И постоянно предлагают просто сфоткаться, постоянно предлагают голубей покормить, купить что-то. Ну, обычная туристическая практика, мне кажется. Вообще смешно. До этого компания девочек стояла. Их было на человек пять. Они стояли, просто меня рассматривали, рассматривали, рассматривали. Видно, что, ну, обсуждали. Ну, короче, одна не выдержала, подходит и говорит, а ты блогер? А я такая говорю, ну да. Она такая, до свидания. Типа что? Ну, на английском языке весь наш диалог был, но это было очень смешно. Господи, мне прям в лицо засыпают хлебушек для голубей. Как это не тактично? Ладно, не тактичные голуби вокруг меня, но темнокожие парни, которые пытаются засыпать меня хлебом, чтобы я покормила голубей, тоже не огонь. Вот, смотрите, девочки, которые ко мне подошли. Say hi! Say hi! Мы сделаем picture. Меладу. Girls, way from? Эквадор. Oh my god, it's so far away. Yeah, you're so beautiful. You're so beautiful. Thank you. Я присела посидеть, тут все сидят на полу, на чем попадется. Я была бы не я, если бы все-таки тоже не посидела, потому что, ну, все сидят. Но в Европе это как-то более распространено. Если у нас в России я сяду где-нибудь, так где угодно, мне, наверное, монетки начнут подкидывать. Здесь же такого нет, здесь все сидят, едят мороженое, наслаждаются видом. Я просто наслаждаюсь идеальной погодой и идеальным видом. А вообще есть такой нюанс, я тут вам сидела сейчас, записывала, как офигенно сидеть, вот с таким видом, кайф-кайф. Но я надеюсь, что подо мной нет голубиного дерьмишка, потому что вокруг очень много голубей. Я тут только сейчас обратила внимание, что вокруг много продуктов их жизнедеятельности. И надеюсь, когда я встану, мое пальто останется целым и невредимым. Милан покорил меня еще в первый день своей атмосферой. Давно я не чувствовала такого единения с городом и сразу поняла, что это прямо мое. Все с вами прекрасно понимаем, ради чего в первую очередь я приехала в Италию. И нет, это не грузинские хачапури, это пицца 4 сыра. Моя любимая квадро-формаджи. Буду уничтожать. Гуляли, зашли попить кофе. Я встретилась с Олеся. Олеся сейчас живет в Милане. Она модель. Ну вот по ней сразу видно, что человек модель. Но это просто посмотрите. И она еще и фотограф. Мы сегодня хотели пофоткаться. Но у нас легкая техническая неполадка. Но я думаю, мы все равно пофоткаемся. Шумные голенцы на фоне. Вот я вот так вот короче вижу. Сегодня нарядилась. Сейчас переоденусь. И надеюсь, уломать Олесю еще сходим вместе на показ. Ну что, я приехала на первое шоу моего второго дня. Неделя моды. На самом деле здесь опять очень много модников. Потому что неделя моды. Локация та же самая, бренд другой. Сегодня будет еще два шоу. И, как обычно, у меня с собой много баулов. Я думаю, это просто классика недели моды. Потому что, когда ты приезжаешь сюда без ассистента и без какого-то помощника, ты вынуждена все таскать. Поэтому урок на следующую неделю моды. Брать с собой кого-нибудь. Фотограф, ассистент, а на кого угодно. Сейчас я буду переодеваться прямо в этом фургончике на Uber. Uber приехал, короче, вот такой вот Mercedes. Посмотрите, тут много мест. Потому что мне как раз-таки придется сейчас переодеваться в машине. Это мой самый дикий опыт. У меня новая галочка в жизни. Потому что я только что переоделась в такси. И, как я уже сказала, приехал минивэн. Это прям безумное везение. Потому что в обычном такси я не знаю, как бы я переодевалась. Потому что вот тут было место. Я сидела на полу. Мне помогали вообще-то. Одна бы я не справилась. И вообще он меня немножко душит. Потому что он мне маловат. Но сам факт. Кто бы не сказал, что буду переодеваться прямо в машине. Реалий неделя мод. По-моему, я не зря переодевалась в машине. Потому что вот мы пришли на шоу Дженни. А тут меня еле-еле даже пустили. Потому что я опоздала. И по технике безопасности нельзя, чтобы людей было больше, чем нужно. И для того, чтобы я зашла, уходил человек из персонала. Чтобы количество людей было адекватным. Это очень странно. Первый раз я с этим сталкиваюсь. Но техника безопасности в Европе – это серьезное дело. Показ бренда Дженни просто покорил меня красотой локации, образов и моделей. На шоу я насчитала несколько мировых топ-моделей. В том числе и Женю Катову. Ну а после шоу я не убежала сразу, как остальные гости. А пошла на бэкстейдж, чтобы познакомиться с дизайнером лично. После Дженни просто бежала и переодевалась в Бенетоне. Вот теперь на показ Луизы Бекарри. Собрала хвост. Мне там всем магазинам помогали переодеваться девочки. Это было очень мило и приятно. Но сейчас, надеюсь, будет последний показ, на который, мне кажется, мы очень сильно опаздываем. В итоге мы вместе с Олесей, с которой, кстати, познакомились в Инстаграме, конечно, опоздали на шоу Луизы Бекарри. Поэтому место на первом ряду уже было занято кем-то. Но это не испортило впечатление от самого количества потрясающих нарядов. Тем более, что с дизайнером я познакомилась еще накануне на примерке. И была рада быть частью этого шоу в качестве гостя в самой идеальной юбке на свете. Уже пятый образ за день. У меня вот такие вот штанишки, сняла каблучки. И мы идем есть пиццу, пить кофе. Потому что день был просто сумасшедший, дикий. Ну, а потом, извините, пицца Кома – это итальянская классика. У меня продолжаются суперпродуктивные будни в Милане. Только что съездила навстречу в модельное агентство. Все там супермилые, доброжелательные, как, в принципе, везде в Италии. Сейчас вот тут у меня есть окно в несколько часов. Решила погулять по району. Тут какой-то канал. Чистенький, спокойный райончик. И решила не терять время, а купить продуктов домой. Потому что лучшие сувениры – это съедобные сувениры. А потом я устроила самый настоящий забег на Миланский Ашан. И вынесла гору любимого сыра, колбасы и сладости. Ну и сувениры близким, конечно, тоже прикупила. Уже рассказала об этом в сторис. Ну, в общем, что такое неделя моды? Вы думаете, что это просто за тобой приезжает водитель на Мерседесе из класса? Но нет. Он приезжает за тобой. Но забирает тебя из Ашана. Потому что ты как бы зашопился в Ашане. И купил продуктиков. Вот так вот. Из Ашана на лакшери. Роскошь и гламур. Сейчас доеду уже до апартов и буду уничтожать половину этого пакета. Потому что там сыры, там ветчина, там фрукты. Это... Вот видите, я уже даже такой жест делаю итальянский. Называется «Побыла в Италии несколько дней». Вот так вот выглядит мой просто типичный обед в Италии. Я не знаю просто, что еще сказать, потому что я практически все это съем. Сыры — это любовь. Ну ладно, моцареллу, может, не полностью съем. Фрукты точно. Колбасу, конечно, не все. Но сыр, вы видите, я уже отпилила до начала видео. Все, я переоделась, пообедала, побездельничала. Потому что Италия располагает к безделию. И переоделась. У меня сегодня будет две презентации и одно шоу. Сначала будет презентация бренда вот этого вот жакетика. Потом самого платья. И показ. Это первая. Первый день за всю неделю моды, где мне не нужно переодеваться в машине. Где я просто еду в одном образе и хожу в нем на все презентации. Идеально. Кстати, такси было моим главным экскурсоводом. Городом я наслаждалась больше всего именно из окна автомобиля. Но модных жителей Милана рассмотрела очень хорошо. Я приехала на свою первую презентацию Антонио Крочи вместе с фотографом Олей, с которой тоже познакомилась в Инстаграм. А это, кстати, и сам дизайнер, в чьем пиджаке я и была на презентации. Потом мы прошли пару кварталов и были уже на презентации Le Copen, бренда в чьем платье я сегодня. И встретили там просто самого очаровательного гостя на свете. Мое сердце растаяло, ведь вы знаете, как сильно я люблю шпицов. Его хозяйка оказалась скульптором из Швейцарии, и мы до сих пор на связи в Инстаграме. И завершением вечера стал показ The One Milano. Это масштабное шоу, где было представлено сразу шесть брендов. Кстати, это было также и самое многолюдное шоу, так как на нем были байеры со всего мира, и русской речи было больше, чем на любом другом мероприятии этой недели моды. Их даже привозили на специальном автобусе, представляете? 23 февраля началось с того, что мы приехали на шоу Роберто Ковальди. Концентрация шика и стиля просто зашкаливала. Это абсолютно другой уровень бренда. И как вы думаете, кто был одной из моделей этого показа? Белла Хадид. Ходила мимо нас буквально в полуметре, у нее было два образа, и в обоих она была прекрасна, впрочем, как и остальные модели. Шоу прошло на ура, и у меня даже взял интервью канал World Fashion, которое я, кстати, от стресса дала на какой-то смеси английского и итальянского. Интересно теперь увидеть эту мою такую минутку позора. Мы вышли с шоу Роберто Ковальди. Сейчас будет презентация в Балдинине, но погода в Милане переменчивая, и в шубе, конечно, сейчас идеально, потому что я думала, что буду носить ее в руках, но нет, сегодня прям холодно. А это просто шедевр. Прямо напротив бутика Louis Vuitton стоят мужчины, которые продают поддельные шали этого бренда, в том числе. Какая-то гениальная бизнес-стратегия. Потом была презентация Балдинине, где я познакомилась с владельцем и дизайнером бренда. Кстати, этот бренд очень любит Россию, так как наши девушки являются преданными поклонницами этих сумок и обуви. Что вы вообще знаете об очередях? Это желающие попасть на шоу Чивидини, но, увы, попадут только те, у кого есть приглашение. Давайте я вам покажу, что происходит до шоу за сценой. Идем на бэкстейдж Чивидини. Я сейчас вам покажу, что происходит за кулисами шоу. Вот так вот выглядит экран. Готовы уже модели, луки. Вот такая вот легкая суета. Сейчас меня тоже будут здесь фотографировать. Как человека, который носит бренд Чивидини. И на показе. Мы тоже будем сидеть в первом ряду. И надо быть в одежде бренда. Я на бэкстейдже все еще. Меня сфотографировали. И я могу просто подснимать для вас внутреннюю кухню, как выглядят крупные показы на неделе моды в Милане. Вот так вот выглядит бэкстейдж. Модели еще не переоделись. Точнее, возможно, они переодеваться будут чуть-чуть попозже. Шоу задерживается. Но вот так вот аксессуары. Очень много людей здесь задействовано в этом процессе. Экран, осветители. Вот так вот, в общем, и выглядит все это по ту сторону подиума. То, что вы не видите обычно. А вот раскладка того, в каком порядке будут выходить модели. Я познакомилась с Машей. Это Маша-модель. Маша из России. Это ее первый фэшн-фэйк, да? Это твой первое шоу? Нет, это не первое шоу. Уже было, наверное, шоу 5. Ну, как тебе неделя моды в Милане? Очень сумасшедшая, очень фидокастик. Кастинг и фитинги очень поздно. И ты не успеваешь. Допустим, сегодня у меня после шоу этого еще один фитинг. На следующий шоу, который будет завтра. Офигеть. Работаем. Ну, кстати, потому что ты здесь сейчас. Кастинги хорошо у тебя успешно закончились. Так что, ну, удачного тебе шоу. Буду на тебя смотреть. Буду следить, ждать тебя. Смотрю ты вот, 17-ая, да? Буду следить обязательно. Здесь суета. Уже сфотографировалась с дизайнером. Это очень волнительно. На неделю моды знакомиться с самими дизайнерами. Фотографироваться, с ними общаться. Просто потрясающий опыт. И вот так вот все выглядит глазами моделей. Модели будут выходить и будут видеть все именно с этого угла. Так что вот такая вот у вас небольшая экскурсия в моем исполнении. Тут кастомизируют футболки в честь 30-летия бренда Чим Дени. Вот дизайнер. И вот, собственно, процесс идет. Так вот развлекают людей перед непосредственно самим шоу. Показ этого бренда проходил в той же локации, что и Дженни. И также поразил планкой стиля, которую задал на своем шоу. Хотелось забрать себе буквально каждый образ. Ну что, мы уже на третьем или на четвертом шоу за день снялку от бренда Беатричи Пи. На презентацию, которого мы и пришли. Сзади живой шум. Это как инсталляция. И модели просто стоят. И мы можем хорошо рассмотреть их везде. Вот. Ну, одно из платьев вы можете рассмотреть, в принципе, на мне. А сзади вот красавицы модели стоят. Такая инсталляция. Мы уже приехали на предпоследнее шоу на сегодняшний день. Я в луке от, собственно, бренда Ау. 197. Вот тут будет шоу и перформанс. И сейчас вам покажу, сколько людей. Сзади очень-очень много людей. Мероприятие, видимо, какое-то востребовано. И много людей, кстати, в образе, в образах вот этого бренда. Так что не только я тут максимально модненькая. Да, это легендарная юбка из моего инстаграм. Именно от этого бренда он производит очень необычные креативные вещи, которые вряд ли наденешь в обычной жизни, но для недели моды это прям идеально. Само шоу было каким-то космическим, необычная подсветка, образы, разнообразие самих моделей всех возрастов и раз. И яркое выступление певицы, которая буквально зажгла зал. Вот уж точно самое нетипичное шоу от столь креативного бренда. Вот так и завершилась моя первая неделя моды, которая открыла новую главу в моей работе и дала толчок к тому, чтобы продолжать развиваться и дальше. Я получила столько вдохновения и желания творить, сколько у меня, кажется, не было никогда. Надеюсь, что поделившись этими моментами, я, возможно, кого-то смотивирую на то, что никогда не нужно отступать от своей мечты, не бояться осуждения и идти к цели, которую вы себе поставили. Милан, кажется, я влюбилась.